Новые возможности для роста местного производства с этого месяца вступили в силу изменения в закон об электроэнергетике страны и в регионах Дальнего Востока начинается выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. В республике эти показатели снизятся на 58%. Добиться такого результата удалось благодаря многолетней работе главы Якутии и переговорам с федеральным центром. Главное снижение тарифов даст толчок до развития среднего и малого бизнеса региона. Продолжит тему Любовь Васильева. Тарифы на электроэнергию в республике были самыми высокими на территории Российской Федерации, поэтому этот вопрос перед федеральным центром ставился давно. В Якутии расходы на разные источники электроэнергии имели большую разницу в тарифах. Например, экономически обоснованные тарифы в некоторых северных районах по дизельной энергетике в 1 кВт в час составляют более 300 рублей. Для выравнивания этой разницы в республике было введено перекрестное субсидирование, за счет которого тарифы формировали в среднем выше, чем экономически обоснованные тарифы или ниже. Но и эти усредненные республиканские тарифы были выше среднероссийских и дальневосточных тарифов. В структуре затрат малого бизнеса, вот именно затраты на электроэнергию составляли существенную долю. Поэтому и развитие местного производства нашлось трудом, и многие другие проекты бизнес не мог реализовать, потому что вот эти затраты, они очень сильно влияли на конечную стоимость продукции и услуг, которые производятся бизнесом. Изменения в закон об электроэнергетике по выравниванию тарифов до среднероссийского уровня уже вступили в силу. Снижение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей началось с 1 июля этого года. Механизм выравнивания применят в пяти субъектах страны. На Чукотке тарифы снизятся на 70%, в Камчатском крае и Магаданской области на 38%, в Сахалинской области на 35,5%, а в Якутии тарифы на электрическую энергию снизятся более чем в два раза на 58%. С принятием этой меры средний и малый бизнес снизит расходы и повысит рентабельность дела. Местные продукции и услуги станут более доступны для населения. Мы имеем свое производство, которое у нас тут представлено. Для нас это тоже очень важно, так как за счет этого у нас в какой-то степени удешевится производство. Соответственно, и цена на полки для конечного потребителя тоже уменьшится. Пересмотр тарифов произойдет по всем уровням напряжения электросетей. Для потребителей электроэнергии они устанавливаются от вида деятельности по высоким, средним и низким уровням напряжения. Со снижением показателей на 58% наглядно видна разница экономии. Наибольшую экономию получат энергоемкие производства, добывающие отрасли и учреждения, финансируемые из республиканского бюджета. Главный университет республики СВФУ с большой материально-технической базой в год потребляет чуть больше 12,5 миллионов киловатт электроэнергии, что в рублях составляет около 85-90 миллионов рублей. По подсчетам снижение тарифов даст университету экономию около 34 миллионов рублей. Мы планируем эту сумму направить на реализацию программы энергоэффективности. Это получается, что мы могли бы на эти деньги какие-то инвестиционные проекты свои предусмотреть, что в будущем мы более еще энергоэффективными были. Дальний Восток определен как приоритет развития Российской Федерации. Глава Якутии Егор Борисов вопросы регулирования тарифов на электроэнергию ставил перед федеральным центром как основной рычаг развития экономики в регионах. Общий экономический эффект от снижения тарифов на электроэнергию в Якутии составит около 16 миллиардов рублей. Самое главное будут последствия, которые будут влиять на тарифы других услуг, коммунальных, которые используют электроэнергию и производят свою продукцию. Поэтому я считаю, что произошло историческое событие. Сегодня мы перед собой поставили задачу уже дальше работать с правительством Российской Федерации и с руководством страны. Действие законов продлит еще на 10 лет. Всего пересмотру подлежит 1608 тарифов. Хотя закон вступил в силу с 1 июля, действовать будет с 1 января года. Таким образом, по всем платежам будет произведен перерасчет. Изменения, которые добился глава Якутии, благоприятно скажутся не только в сфере ведения бизнеса, но и на услугах и цене товаров на прилавках.